Ну а далее новости спорта. Вас приветствует Дмитрий Вороновин, физкульт-привет. Партнер программы – спортивная школа «Нефтяник». Здесь работает профессиональный тренерский штаб. Из 18 наставников – два заслуженные тренера Удмуртии. Спортивные направления на любой вкус. Всего открыто 8 отделений. Прием детей на бюджетной основе с 6-7 лет в платные группы с 3-4 лет. Кроме того, в бассейне «Акомарин» существуют группы аквааэробики и свободного плавания для взрослых. И группа «Мать и дитя». Из начала новости дартса. В столице Удмуртии завершился командный чемпионат страны. Для большинства участников, в том числе и для хозяев турнира, он стал последним этапом подготовки к стартующему вскоре Европейскому форуму дартсменов в итальянской Венеции. Кто поедет на Апеннины в хорошем настроении, сейчас расскажут наши корреспонденты. Регламент нынешних соревнований, которые прошли в спорткомплексе Медакадемии, оказался чрезвычайно насыщенным. За три дня сильнейшим дартсменам страны предстояло выявить победителей сразу в трех престижных турнирах в командном чемпионате России, Международном кубке Калашникова и Кубке Федерации дартс страны. Уровень у нас хороший. Все лучшие дартсмены России прибыли к нам на чемпионат. Более 200 человек. Много мастеров спорта международного класса. Много людей, которые в прошлом году выиграли Кубок мира. Это, например, Орешкин и Кольцов, Кононова. Добромыслов, правда, нет. Уровень очень хороший, приличный. Лучшие люди дартс России здесь. Главные претенденты на медали – дартсмены из Удмуртии, Москвы, Новгорода, Перми, Уфы и Твери. И все они приехали в столицу Удмуртии с боевым настроем, зная, что соревноваться предстоит в отличных условиях. Орешкин – это просто потрясающий город для дартсов. Здесь регулярно проходят чемпионаты России, регулярно проходят рейтинговые турниры Удмуртии. Собираются сильнейшие спортсмены Удмуртии из соседних областей. Все просто великолепно. В прошлом году на Кубке Калашникова было, по-моему, порядка 36 мишеней. В этот раз еще больше игроков и еще больше мишеней. Есть даже разминши. Это просто потрясающе. Дмитрий Горбунов и его товарищи по сборной Свердловской области в Кубке Калашникова заняли третье место. На одну строчку в итоговом протоколе их опередили соперники из Твери. Но их главная задача была победа в командном чемпионате страны. В том году мы были первыми, поэтому хотим подтвердить звание чемпионов. Уже первые матчи показали, что нормально готовы? Ну, пока да. Играем. Главные итоги состязаний для хозяев арены оптимистичны. Женская сборная Удмуртии стала чемпионом России, а наш лидер Марина Кононова выиграла Кубок Федерации и в индивидуальном зачете, и в парном разряде вместе с Натальей Фефиловой. Уже через две недели все герои этого турнира отправятся в итальянскую Венецию на чемпионат Европы. В Тюмени прошла отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России, где был избран новый президент. Этот пост занял олимпийский чемпион Владимир Драчев. Обновилось и правление СБР. В его состав вошел и наш земляк, призер Олимпийских игр Иван Черезов. Помимо спортсмена из Удмуртии вошли в правление еще 8 человек. А теперь вести из Екатеринбурга с Кубка страны по стрельбе из лука. Прошел первый этап, и в тройку призеров по 3D-стрельбе из лука попал наш земляк Борис Бартоп. Дебютант столь крупного старта. Еще один уроженец Удмуртии, Алексей Иннопольских, был четвертым. Второй этап национального кубка пройдет в августе в Самаре. Далее о спартакиадном движении. В Ижевске определились победители очередных видов программы спартакиады госслужащих Удмуртии. В нее входят как новые виды спорта, так и традиционные. Такие как спортивное ориентирование и турполоса. А также легкоатлетическая эстафета, выиграла которую команда Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. Мы просто счастливы. Наше министерство, оно всегда участвует во всех спортивных мероприятиях. Мы достаточно спортивные министерства. А то, что у нас сегодня золотые медали по эстафете, вау! Наконец-то мы счастливы, мы рады, мы сделали это! Стремились давно! Бегали, тренировались, прикладывали все усилия абсолютно. Завершится спартакиада в Воткинске 15 июля соревнований по триатлону в рамках серии стартов «Титан». Теперь подведем итоги открытого городского турнира по плаванию. Здравствуй, лето! Выступали на соревнованиях в Ижевске не только спортсмены из Удмуртии, но и гости из Перми, Кирова, Набережных Челнов. Победителей они определяли многоборья. Отметим спортсменов, которые показали наиболее высокие результаты. Это Нина Михайлова. Она установила абсолютный рекорд Удмуртии на дистанции 100 метров бетерфляем. И Анастасия Кузнецова. Обновилась возрастное достижение в соплыве на 100 метров кролем. Не затерялись среди участников казанского марафона и наши земляки. Кто-то впервые преодолел эту дистанцию, кто-то обновил личный рекорд и лучший результат сезона. Так, Любовь Фесик и Валерия Горейшина в своих возрастных группах заняли первое и третье места. А Алексей Полтанов выиграл бронзу в полумарафоне в абсолютном первенстве. Сохраняем традиции. Многодневная велогонка «Водмуртская правда» продолжает свою историю. 6 июня вот уже в 67-й раз будет дан старт одной из самых старейших гонок России. В этой многодневке в свое время выступали такие известные гонщики Удмуртии, как Андрей Ведерников, первый чемпион мира в гонках на шоссе, Александр Порсев, Андрей Соломенников, Максим Бельков и однократные победители и призеры этапов таких престижных международных гонок, как «Джиро де Италия» и «Тур де Франц». Ждут сильнейших гонщиков страны и в этом году. Но в этом году планируется более 100 участников. Будут участвовать и мужчины, и сильнейшие юниоры России. По статистике, я это говорю вам, что обычно кто победитель, бывало это в Удмуртской правде, то он становился призером или где-то в шестерке лучших на чемпионате России. Ну, у мужчин будет чемпионат России в городе Курске. Ну и, соответственно, и у Андеров, и это все впереди стоящие старты будут буквально через неделю, через две. Это все новости спорта у меня на сегодня. Болейте только на спортивных аренах. До встречи в эфире.